Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что вновь пригласили меня на конференцию. Мне очень приятно. Меня зовут Шката Ульяна, и моя тема – это… Может? А, так. Самоинформирование онкологического пациента – интернет-ресурсы. Начну с того, что эта тема сейчас, тема самоинформирования в интернете сейчас чрезвычайно актуальна, потому что интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни во всех ее сферах. Интернет – это быстрый способ получения информации из любого уголка мира, то есть если мы говорим даже про здоровых людей, если у нас возникает какой-то вопрос, мы идем в интернет и быстро получаем на него ответ. И также интернет используется все большим количеством онкологических пациентов для самоинформирования. Зачем онкологический пациент идет в интернет? Для того, чтобы разобраться в своем диагнозе. И зачастую бывает так, что набирая запросы, он получает огромное количество разрозненной информации. Разные сайты, разные мнения, научные, псевдонаучные и так далее. И преследуя желание разобраться и снизить свою тревожность, успокоиться в отношении своего диагноза, получается так, что человек наоборот запутывается и тревожность у него повышается. Так как же не потеряться в потоке разрозненной информации? На данный момент существует огромное количество интернет-ресурсов, на которых присутствует онкологическая тематика. Это информационные ресурсы, научные, псевдонаучные. Это всевозможные форумы, где отвечают врачи на вопросы пациентов. Это форумы, где пациенты общаются между собой. Закрытые чаты поддержки, сайты медицинских учреждений, социальные сети, в которых тоже большое количество информации по онкологии. Это блоги врачей, которые открыто рассказывают про свою профессиональную деятельность. И блоги пациентов. По поводу блогов пациентов, такую картину, наверное, сложно было представить даже еще 10 лет назад или еще раньше, когда тема онкологии была вообще табуирована. И сложно было представить, что человек мог выйти к большой аудитории и рассказать про свой онкологический диагноз. Зачастую даже врачи не говорили пациентам про... Да, когда-то еще совсем давно про онкологический диагноз. Родственники не говорили пациентам. А уж что говорить про то, чтобы выйти перед большой аудиторией незнакомых людей и рассказать. А сейчас появляется все больше блогов, в которых люди с диагнозом рассказывают про свои психологические переживания, про свой диагноз, про свое лечение, про свой путь, который они проходят. И я сама являюсь таким пациентом. Меня сюда пригласили как человек с психологическим образованием, но я все-таки буду больше говорить с позиции пациента. Четыре года назад поставили мне диагноз. У меня диагноз меланома кожи четвертой стадии. И если говорить кратко про мой путь, который я прошла, у меня было огромное количество всевозможного лечения. Это лекарственное лечение, иммунотерапия, таргетная терапия, вакцинотерапия. Все это в нескольких линиях. У меня было... Было семь операций. Буквально полгода назад мне удалили часть легкого. Лучевая терапия, в том числе на данный момент семь гаммоножей на метастазы головной мозг. И сейчас я до сих пор еще на лечении, я прохожу терапию. И что касается моего блога, первые два года моего диагноза я никому не говорила про свой диагноз. И я была обычным онкологическим пациентом, а об моем диагнозе знали только самые близкие люди. И спустя два года я решила создать свой блог. И в этом блоге начала открыто обо всем рассказывать сразу на большую аудиторию. И я могу сказать, что психологически мне стало гораздо легче после того, как я открылась. Потому что я перестала вариться сама в себе и открылась людям, и получила огромное количество поддержки от них. Я веду свой блог на двух площадках одновременно. Это Инстаграм и ВКонтакте. И сейчас у меня, ну, такая довольно уже большая аудитория за эти два года. На меня подписано более 20 тысяч человек. Ежедневно мы с ними переписываемся, общаемся. И вот я получаю поддержку. Кому-то говорю слова поддержки. И что же это за люди? Во-первых, это, ну, большинство, это, конечно, обычные люди. Есть также люди с... Те, которые боятся заболеть раком и ищут всевозможные информации, канцерофобы. Есть просто интересующиеся, проходящие мимо, ищущие острых ощущений, интересные истории и так далее. Но в моем блоге есть также большой процент людей с онкологическим диагнозом, естественно. И, ну, также их родственников. И когда меня пригласили на эту конференцию, я, естественно, решила, что нужно рассказывать о теме интернет-ресурсов не только со своей стороны, но и со стороны других онкологических пациентов, благо у меня есть прекрасная возможность с ними об этом поговорить. И я создала опрос в своем блоге на тему информирования, самоинформирования, интернет-ресурсов. И на него ответило 152 человека с онкологическим диагнозом. Я задала им три простых вопроса. Первый вопрос. Какие виды интернет-ресурсов вы используете для поиска информации о своей болезни? Результаты такие. Информационные сайты, форумы, где пациенты общаются между собой, и блоги людей с диагнозом набрали больше всего голосов. И меньше голосов набрали форумы, где отвечают врачи, блоги врачей и закрытые чаты поддержки. На мой взгляд, интересные результаты, потому что мы видим, что люди с диагнозом больше тянутся к себе подобным. То есть им интересны именно такие же онкологические пациенты, как и они, и вот с ними общаться, читать их истории, чем обращаться, например, через интернет к врачам. Я не знала, что были такие результаты, для меня это тоже довольно интересно. Второй вопрос был, зачем вы это делаете, зачем вы вообще идете в интернет искать эту информацию. Большинство ответов за ищу новейшие способы лечения своей болезни, ищу историю людей с моей проблемой, чуть меньше за ищу информацию по больницам и врачам, куда пойти лечиться, и совсем мало за ищу нетрадиционные способы лечения и ищу друзей для общения. И третий вопрос, какие конкретные ресурсы вы чаще всего посещаете? Здесь у меня не было вариантов ответа, и люди просто сами писали эти ресурсы. И, на мой взгляд, получилась очень интересная картина. Вот вы видите, какое количество ресурсов я указала здесь, причем я указала не все, это, наверное, половина из того, что мне писали. И получилось так, что нету среди сайтов единого фаворита. Я ожидала, что, может быть, какой-то сайт будут упоминать каждый второй онкологически больной, может быть, о каком-то я не знаю интересном ресурсе, но нет. Да, какие-то ресурсы писали чаще, какие-то реже, но в целом очень большое количество разрозненных сайтов, разрозненных ресурсов, на которых есть информация по онкологии, куда обращаются люди. Это там всевозможные форумы, YouTube-каналы какие-то, в социальных сетях группы и так далее. Даже попадались какие-то сайты по нетрадиционному лечению там, ну и так далее и тому подобное. Сами знаете, сколько информации у нас в интернете. И из результатов опроса я сделала вывод, что нужно людям, что нужно онкологическому больному, который идет в интернет. Ему нужна информация о своей болезни, исходя из результатов опроса. Очень многие даже писали просто текстом мне, не просто отвечали на вопросы, а я иду в интернет для того, чтобы просто разбираться, просто знать все аспекты, чтобы быть подкованным. У меня даже, я помню, был такой ответ, я пыталась найти священный грааль, там что-то вот такое. Ну так вот, ищут информацию о своем диагнозе, чтобы быть подкованными, ищут истории людей с диагнозом и таких же людей, как они, чтобы общаться, меняться информацией. И единого ресурса нет. И я сделала вывод, что не хватает такого единого информационного ресурса, на котором будет собрана вся информация. И на самом деле вот эта вот история, вот этот вывод мой, да, о едином ресурсе, это такая не новая история. На самом деле я много видела попыток создать такой единый ресурс, куда бы человек пришел и нашел всю информацию, которая нужна, и чтобы он не уходил на какие-то псевдонаучные сайты, не натыкался. Но эти попытки, к сожалению, до сих пор не увенчались успехом. Я это связываю с тем, что такие сайты в основном создаются волонтерами, и они не получают должной поддержки в продвижении, например, в поисковых системах, должной поддержки среди медицинского персонала, ну и так далее. И, на мой взгляд, было бы хорошо создать такой ресурс при поддержке, ну либо государства, либо на базе какого-то крупного онкологического учреждения, который бы помогал именно вот, чтобы этот сайт стал тем, вот что я имею в виду. Ну вот из последних, я знаю, есть такой неплохой ресурс, называется «Просто спросить». Это очень похоже на то, о чем я говорю, но среди 152 человек, которых я опросила, ни один почему-то его не назвал. Я ожидала, что будет по-другому, но, наверное, это говорит, что он либо непопулярный, либо, может быть, не получает нужного освещения, либо не удовлетворяет потребности, либо слишком новый, не знаю. Но вот так получилось. Ну так что, если мы говорим про этот вот единый ресурс, то ему обязательно нужна поддержка и продвижение в поисковых системах, особенно это касается таких ситуаций, когда человек только узнал онкологический диагноз, зашел в интернет, создал запрос, и чтобы у него на первых строчках был ресурс нормальный, адекватный, с проверенной информацией, структурированной. И, естественно, самое главное, что он должен отвечать потребностям пациентов. Какие потребности, вот я поняла, опять же, из опроса, это должна быть исчерпывающая медицинская информация по разным диагнозам. Он должен содержать истории пациентов, возможность общаться пациентам между собой в форум, информация по больницам, ответы на частые вопросы. Так как я веду блог, ко мне ежедневно обращаются огромное количество людей, задают вопросы, особенно люди с диагнозом. Но я, естественно, как не врач, не могу на них ответить. Но я вижу, что вопросы часто повторяются, то есть у людей вопросы похожие, поэтому если здесь будут ответы на частые вопросы, это тоже поможет. Алгоритм действий для тех, кому только поставили диагноз. Научные статьи, результаты клинических испытаний, ссылки на проверенные медицинские ресурсы. Можно подумать, что это информация для врачей, научные статьи и так далее. Но я как пациент, я как человек, который общается с такими же пациентами, я вижу, что люди все равно это и ищут в интернете. В любом случае. Пусть они лучше придут туда, где написано то, что проверено. И в завершение хочу сказать о том, какие задачи может закрыть такой ресурс. Во-первых, это потребность пациента знать все о своей болезни. Вот возвращаясь к тому, с чего я начала, что человек видит огромное количество разрозненной информации, из-за этого у него повышается тревожность. Если информация будет четкая, структурированная, полная, то здесь мы, наоборот, получим ситуацию, когда у человека тревожность снижается. Вторая задача – это потребность. Вот это как раз самое основное, которое я выявила, это в общении и в положительных историях. Здесь вот интересный момент, что я сама как пациент, и я сама как пациент, который когда-то только столкнулся с диагнозом, естественно, тоже зашла в интернет и тоже начала искать информацию по своей болезни, начала искать истории таких же, как я. И я столкнулась с тем, что истории в нашем интернете чаще всего грустные и плачевные. Я это связываю с нашим русским менталитетом, потому что русские люди часто не пишут о хорошем, потому что боятся сглазить. У нас еще есть такая замечательная поговорка – счастье любит тишину. То есть если все хорошо, то лучше молчать и ни о чем не говорить. А если все плохо, если какие-то сложные ситуации, то, конечно, люди заходят в интернет, описывают свои вот эти ужасные истории, просят поддержки, задают вопросы. И интернет буквально наводнен вот этими плохими, плачевными, отрицательными историями. И получается так, что когда люди с таким же диагнозом их читают, у них могут опуститься руки, у них может пропасть вера в медицину, в то, что вообще можно излечиться. Они могут пойти, естественно, по дорожке нетрадиционной медицины или вообще отказаться от лечения. По депрессию это все очень негативно будет, конечно, влиять на психологическое состояние, и в том числе может даже повлиять на жизнь человека, который откажется из того, что подумает, что все плохо, и он просто не сможет излечиться. Следующая задача – это уменьшение рисков получить недостоверную информацию на сомнительных сайтах. Это вот то, про что я говорила. Улучшение взаимодействия с врачом следующее. Что я здесь имею в виду? Часто сталкиваюсь с этой ситуацией не только сама, но и сама тоже, но и также с людьми, с которыми я общаюсь, когда говорят, что вот мне доктор сказал не читать интернет. С позиции доктора я это прекрасно понимаю, почему врачи так говорят пациентам. Но с позиции пациента и с позиции просто обычного человека мы с вами прекрасно понимаем, что человек все равно пойдет в интернет, сколько бы врач ему об этом не говорил. И если ресурс будет создан, ну, да, вот такая идея, что врач сможет сразу давать человеку ссылку на этот ресурс и рекомендовать именно его, чтобы понимать, что он прочтет то, что нужно в интернете, а не то, что есть на каких-то других всевозможных сайтах. Ну и возвращаясь к актуальности проблемы, самое главное – это онкологический пациент наконец-то не потеряется в потоке раздрозненной информации. Спасибо за внимание. Ульяна, спасибо вам большое за ваше уже теперь ставшее традиционное участие в этой секции. Спасибо. Вы говорите о том, что пациент должен быть информирован. Мне кажется, что очень важно, чтобы специалисты, работающие в области онкологии, тоже имели возможность услышать своих пациентов, если они готовы, если они полны мужества представлять свою историю, говорить об этом. Я прошу вас еще раз поаплодировать нашему докладчику. Это, конечно же, особый случай, довольно большая редкость. Есть ли вопросы к Ульяне? Еще раз большое спасибо вам за доклад. Вдогонку только могу сказать в комментарии, что приятно было увидеть среди ресурсов сайт Центра онкологии имени Петрова. Мне кажется, это достойный ресурс. И, Лена, вы хотите что-то ответить? Неоднократно. И неоднократно его упоминали, не так много. Ну, то есть он не в фаворитах, но довольно много раз. Спасибо огромное. Это важно, но мне также кажется, что, может быть, вопрос единого ресурса и вопрос монополии в нашей области это, может быть, не самая лучшая идея. Мне кажется, хорошо, когда здоровая конкуренция на рынке работает так, что я предлагаю разработать еще один ресурс, конечно, вашу Ульяну поддерживать, безусловно, и пусть их будет много, и пусть они все будут валидные, достоверные, достаточно хорошие. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...